Добрый день! В четверг, как всегда, наш стрим. Уникальный стрим, который одновременно транслируется на каналах YouTube, Twitch, ВКонтакте. Идет прямая трансляция на канале Универ ТВ и на портале Казанского Федерального Университета. И сегодня мы будем говорить об одном из самых крупных институтов Казанского Федерального Университета, весомых, исторических, один из самых древних, потому что все, что связано с историей, с археологией, с внешними коммуникациями, это всегда традиционно присутствовало в лоне образовательного процесса и научно-исследовательского университета. С директором Института международных отношений Ромила Рыловича Харундиновым. Добрый день! Добрый день! Здравствуйте! Напомню нашим зрителям, тех, кто находится сейчас на прямой связи, что они могут принять участие в нашей дискуссии, это все-таки стримы, задавать свои вопросы через соответствующие технологии, которые есть и в YouTube, и в ВКонтакте, и в Twitch. В то же время, неплохо бы начать разговор с общего еще раз объяснения для тех, кто вот сейчас не может поучаствовать в дискуссии, смотрит нас через ТВ, кто будет досматривать нас потом уже в ходе повторных трансляций. Шапка такая, Институт международных отношений, она стала, с одной стороны, глобальной, вот вообще Институт про все, с другой стороны, внутри-то скрыто очень много направлений подготовки, очень специфичных, очень значимых. Вот, если можно, давайте напомним вашими устами, какие направления основные реализует ваш институт? Давайте с удовольствием напомним, если речь идет об Институте международных отношений, это наше общее детище, это действительно кагломерат самых различных направлений подготовки в гуманитарной сфере. Сегодня он один из наиболее крупных, если не самый крупный институт Казанского федерального университета. Но, предваряя нашу беседу, я, тем не менее, позволю себе, Леонид Григорьевич, поздравить вас искренне с прошедшим вашим днем рождения и от имени коллектива Института международных отношений, почитателей вашего таланта и ваших замечательных усилий по развитию телевизионной сферы, вот вас поблагодарить. Поэтому сегодня, я думаю, будет не только дружеское общение, но и обмен очень ценной информацией, которая, возможно, будет полезна как вам, как журналисту, так и, собственно, нашим зрителям и тем, кто следит за нами в социальных сетях. Возвращаясь к Институту международных отношений, это действительно не просто институт, это конгломерат трех высших школ. Мы идем современными трендами, вы знаете, подавляющее большинство лидирующих в гуманитарной сфере институтов перешли на формат высших школ, департаментов, воправ в себя традиционные факультеты. Так можно сказать, что в нашем составе большое количество бывших факультетов, которые сумели объединить свои усилия в гуманитарной сфере. Поэтому уникальное сочетание языковой подготовки, об этом, я думаю, можно сказать и специально, и отдельно. Вместе с тем, очень важно подчеркнуть классическое гуманитарное историческое образование во всех ее проявлениях, включая и политику, историю Востока, историю современных реалий. Ну и, собственно, это упор, и для нас это очень важно, это изучение современного места России, мировой экономики, мировых политических системах, роль и место нашей страны в гуманитарном пространстве. Если говорить, собственно, о структуре, то на слуху, в первую очередь, конечно же, наша знаменитая высшая школа иностранных языков и перевода. Речь идет о том, что здесь собраны специалисты-лингвисты, специалисты в области языкознания, и они успешно развивают традиции казанской лингвистической школы. И, собственно, вот сейчас мы на пороге создания собственной казанской школы перевода. Мы знаем, что есть уже классическая московская школа перевода, Санкт-Петербургская, Астраханская. Так вот сейчас в Казани, в Казанском университете сформированы условия для того, чтобы была создана школа перевода, вбирающая в себя не только европейское направление, но и восточное направление, что является вообще уникальным среди подобных учебных заведений. Здесь дается классическое филологическое образование, и я рад сообщить, что именно здесь мы реализуем программу трех языков. То есть два это основные, причем в самых различных комбинациях, и начиная, собственно, с третьего курса, молодой человек имеет возможность получить дополнительно компетенции еще в третьем языке. Поэтому общая линейка языков у нас достаточно большая. Мы не настолько уж уступаем Московскому государственному институту международных отношений, пока у нас 25 языков, но ежегодно мы открываем новые направления. И это связано не с той, скажем так, гонкой за количеством, а это связано с потребностями, в том числе по подготовке специалистов. Есть потребности и государства, которые готовят специалистов в международной сфере, в первую очередь в международных экономических отношениях, полумировой экономике, которая, собственно, и эта ниша втягивает туда наших молодых выпускников. Поэтому я горд тем, что подавляющее большинство не только находится в профессии, но и достаточно успешно реализует себя в современных условиях. Вторая классика, это то, о чем мы говорили в самом начале, зародившись наряду, собственно, с Казахским императорским университетом, это замечательная школа исторических наук. Сейчас она дополнена и вопросами, связанными с изучением, сохранением культуры наследия, поэтому школа называется исторических наук и всемирного культуры наследия. И на сегодняшний день она не только не исчезла, как я вот с удивлением читаю время от времени в прессе, а то, что в Казанском университете потерпела фиаску, историческое образование, закрытый исторический факультет, закрытый факультет исторического образования. Наши коллеги-журналисты часто спрашивают, куда историю-то дели? А нельзя было назвать международное отношение историей, например? Мы исходили из того, что, конечно, можно было через запятую перечислить все 12 направлений подготовки. Я вот открою... История как глобальная такая вот составляющая. Вот как школа она состоялась, потому что школа вобрала в себя ряд факультетов прежних. Это исторический факультет Казанского университета, это отделение исторического образования, педагогического университета и целый ряд гуманитарных проектов, они тоже реализованы именно в рамках этой школы. Я горжусь тем, что мы не потеряли ни одно из тех направлений, которые у нас было, не потеряли ни людей, а, собственно, если называть цифры, то сейчас в этой школе более полутора тысяч студентов. Это уверенные наборы, это большое количество желающих изучать как отечественную историю, так и всеобщую историю, историю культурного наследия, археологию. Здесь же сосредоточены специалисты в области антропологии и этнографии, здесь сосредоточены специалисты в области музеологии и культурологии. Здесь же, собственно, мы реализуем и подготовку учителей-педагогов в области исторического и общественного образования. И если мы говорим о следующей школе, я думаю, потому что каждая из этих тем и школ, она достойна серьезного обсуждения, потому что сохранились не только кадры, а выращена новая генерация специалистов, а самое главное, мы выстроили очень тесные отношения и с Академией наук Республики Татарстан, и с Российской Академией наук. Поэтому я уверенностью об этом говорю, помимо Московского университета, Санкт-Петербурга, Вышки, наверное, мы единственный институт на пространстве гуманитарном, который имеет собственные базовые кафедры с академическими институтами Российской Академии наук, и у нас с 1 сентября, я с гордостью заявляю, приступают уже к работе или продолжают свои трудовые отношения четыре академика Российской Академии наук, действительных членов, и два член-корреспондента. Где такой потенциал? И как это может свидетельствовать о каком-то разрушении и упадке исторического образования? Можно я назову только эти... На слуху было приятно всегда, история. Все верно, это ностальгия, и на самом-то деле все это сохранилось, и название кафедр прежних. Вы знаете, что есть кафедра отечественной истории, на ней по-прежнему работают те замечательные специалисты, чьи имена всегда были на слуху. Это наш знаменитый, известный ученый Индус Рязакович Тагиров. Прошу прощения, но кто как не он, декан и руководитель ученого диссерционного совета, который на протяжении нескольких десятилетий выпускал всех нас, специалистов. И мы с благодарностью относимся не просто к нему, как к нашему символу, но он действующий исследователь, он активно выступает в самых различных трибун. Рядом с ним по-прежнему стоят соратники, это Игорь Петрович и Ермолаев. То есть вся замечательная элита советского периода, постсоветского периода, она не просто сохранена, но и сейчас достаточно большое количество молодых исследователей пришли. И так как большое количество студентов, это означает, что есть и вакансии, и есть возможность приглашать специалистов. Поэтому я вам могу с уверенностью сказать, что мы не потеряли ни одной позиции по историческим дисциплинам, а на сегодняшний день идет их новый виток. И мы, думаю, сумеем совместными усилиями привить нашим студентам не только интерес к науке как таковой, но еще к научному процессу. Поэтому у нас, в отличие, к большому сожалению, от целого ряда академических институтов, это вот боль моя, у нас существуют собственные диссертационные советы. Только у меня, как у директора в Институте истории, действует 6 диссертационных советов по 11 направлениям подготовки. Поэтому о каком регрессе можно говорить. И я благодарен руководству нашего университета, который стимулирует нас для того, чтобы мы находили новые формы и приглашали крупных специалистов для работы у нас, для того, чтобы они могли передавать свои знания студентам. А вот, кстати, мы сейчас в высшей школе журналистик, когда приходят абитуриенты, говорим, чего ехать в другие города, в ту же Москву, да, когда через творческий мастерский мы приглашаем тех же федеральных мастеров сюда. Вы сказали, что готовы назвать несколько имен. Да, ради вас. С удовольствием. Значимых федеральных мировых исследователей, которые с вами работают. Причем они предлагают не только быть номинальными научными руководителями направлений или кафедры, они не просто готовы приезжать. Они и находятся в нашем постоянном контакте. Ну и могу откровенно сказать, что они являются нашими лобби по реализации крупных грантов, проектов. Благодаря вот этому сотрудничеству с институтами Академии наук, мы буквально в последнем месяце, вот мае-июне, уже участвуем в двух крупных грантах. Мы подали совместные заявки, это Казанское федеральное университет, это институт всеобщей истории или РУДН. И вы знаете, нас рассматривают как равноправных партнеров с надеждой, что мы не просто активно включимся в этот процесс, но и будем лидерами по целому ряду направлений. Если говорить об именах, ну, я думаю, все знают академика Александра Агановича Чубарьяна. Это известнейший исследователь, он председатель Национальной ассоциации российских историков. Он президент Государственного академического университета гуманитарных наук. Он научный руководитель Института всеобщей истории. И он наш коллега, друг, товарищ и научный руководитель кафедры исторического и общественного образования. Следующая фамилия, пожалуйста, это академик-секретарь отделения гуманитарных наук Российской академии наук, академик Тишков, который по-разному известен, он очень обсуждаем. Но он считает, что Казанская школа антропологов и этнологов является одной из самых значимых в России и готов в меру своих возможностей брать на себя ответственность за разработку научных исследований, за работу с нашими молодыми исследователями и предоставлять площадки свои для практики наших студентов. Следующий партнер в этом проекте, дело в том, что мы создали кафедру специализированную, и она с 1 сентября у нас запускается. Это кафедра антропологии и этнографии на базе музея имени Петра Великого, Кунсткамеры. Это Санкт-Петербург, но тоже Институт Российской академии наук. И его руководитель Головнев Андрей, он член-корреспондент, доктор исторических наук. Он также изъявил желание и будет активно участвовать в работе над этим проектом. На кафедре, собственно, у него будет и свой набор, будут у него и свои студенты, магистранты, аспиранты. Поэтому это очень важно, когда мы обмениваемся научными школами. Ну и имя, которое широко известно, это выдающийся востоковед, арабист Виталий Вячеславович Наумкин, который возглавляет не только Международный координационный центр исламика у нас и в Москве, но еще и является научным руководителем специализированной кафедры по изучению исламской цивилизации в нашем институте. И это еще не говорю о том, что уже работает достаточно долго, переехав специально в Казань, по нашему приглашению член-корреспондент Владимир Напольский, специалист в области языка, мифологии. Это один из самых выдающихся молодых исследователей России и постсоветского пространства. И так далее, и так далее. Но мы с вами не затронули еще одну тему. Мы рассказали о двух школах, причем мы только затронули вербушки. Но есть ведь у нас еще и высшая школа международных отношений и востоковедение. Востоковедение — это основа основа, которая... Ну, через Наумкина мы стали... Да, совершенно верно, подходим. И здесь у нас есть очень серьезные прорывы, потому что сложились крупные форумы, которые мы проводим совместно с нашими коллегами из Москвы. Это институт Громыка, так называемый институт Европы. И Громыковский форум, который мы проводили в прошлом году, он стал ежегодным. И так далее, и так далее. То есть в научном плане, с точки зрения подачи современного знания нашим студентам, мы очень активно работаем. Ну и, кроме того, целый ряд зарубежных исследователей и ученых проявляют интерес. И я думаю, наши студенты будут приятно удивлены знакомству с ними, с выдающимися учеными во время своих лекций, семинаров и так далее. Но направлений подготовки у нас действительно очень много. У меня есть вот шпаргалочка, можно я ее для родителей назову. Мы осуществляем подготовку по 12 направлениям. Это международные отношения, это востоковедение и африканистика, зарубежное регионоведение, антропология, этнология, история, лингвистика, туризм, педагогическое образование, регионоведение России, культурология. И вот новые, вновь открывшиеся направления подготовки, которые раньше мы реализовывали лишь на базе одного института и филиалов Казанского федерального университета, это направление подготовки экономика. То есть наши студенты имеют возможность получить не только хорошую языковую подготовку, но и стать высококлассными специалистами в экономических специальностях. И это мы говорили только о бакалавриате, но есть еще и магистратура, аспирантура и так далее. Ну, теперь вот мы еще вернемся к проблемам, не к проблемам, а скорее к задачам и перспективам развития института. Проблема – это не наш термин, да? Да, у нас нет проблем, мы все преодолеваем всегда успешно. Это показывает 215-летнюю историю вообще федерального университета. Кстати, хочу напомнить еще, я забыл сказать и извиняюсь, работает специальный чат в WhatsApp для средств массовой информации, куда тоже можно задавать онлайн вопросы. Сейчас несколько вопросов к вам, как к эксперту. Есть вопросы, которые поступают, вот уже сейчас я вижу, через сеть ВКонтакте. Да, пожалуйста. Но вначале вот я предварю тут один из вопросов, который поступил. Последнее время развернулась такая дискуссия на просторах медиа. Вообще история является ли наукой? Буду максимально просто формулировать. Скорее, может быть, это все-таки билетристика, это такая высокохудожественная в научных терминах проза о том, что было, и как это понимать. Вообще наука это, нет? Это серьезная и глубокая наука. На самом деле, обладающая не только своими инструментами, механизмами научного познания, но и прежде всего тем процессом, который происходит, творческого осмысления пройденного этапа того или иного государства, тех или иных людей. И здесь очень важно... Да, можно говорить о том, что нельзя математически прибавить, отнять, и в сумме получается вот это знание. Здесь, конечно... Подходим вот к пониманию этой истины как исторического явления. Надо все-таки быть объективным и по отношению к историкам, потому что, к большому сожалению, вот последние несколько лет, а я к этому отношусь очень резко отрицательно, в общественном пространстве, на различных сайтах проходят самые различные общественные обсуждения, где каждый считает необходимо выразить свои познания, и при этом еще дает собственную оценку о том, что история, к большому сожалению, коллеги переписывают, новая эпоха, новые подходы. Вы знаете, серьезные исследования, глубокие исследования, они проводятся одинаково хорошо в любом поколении. Есть вопросы, о которых кто-то останавливается, больше или меньше, по общественно-политической ситуации в той или иной эпоху. Но, по большому счету, всегда источники говорят правду, и многое зависит от того, как глубоко ты проник и изучил ту или иную эпоху. Поэтому я считаю вполне оправданным интерес, пробудившийся в обществе, он регулярно происходит. Вы знаете, и в 60-е годы был всплеск к истории той России, которую мы не знали. В период перестройки был новый всплеск. Сейчас новая волна уже уходит в корнями не только в ближайшее советское прошлое, но и в достаточно отдаленные времена. Все начинают искать корни. И, к сожалению, вы же понимаете, что историки изучают все пространство. Есть историки, которые изучают Россию. Есть историки, которые изучают остальной мир. И требовать от них единой позиции, но это совершенно неоправданно. Поэтому есть точка зрения на тельные процессы зарубежных партнеров. Есть точки зрения наших историков. Но, еще раз говорю, надо четко понимать, кто такой историк. Усторик, в первую очередь, это ученый, а не краевед и не любитель истории, который толкует так, как считает необходимым, с точки зрения собственных знаний, багажа знаний и так далее. Серьезная наука и история, она развивается не только в академических институтах, она развивается и на университетских кафедрах. И тот объем публикуемых исследований показывает, что историческая наука в России находится на подъеме, в том числе и в Татарстане. Правда, это все вызывает вокруг этого и вопросы, и ажиотаж. Вы упомянули, что и направление подготовки учителей-историков у вас сегодня, то есть историческая педагогика, образование. А вот опять как эксперту, как вам нравится сегодняшнее преподавание истории в школах? Мы все чаще сталкиваемся, мы это, вот не только мы, мы с маленькой буквы, то есть вообще вся большая общественность, что называется, с тем, что из школы люди приходят с очень некачественным историческим знанием. Ну ладно, там не знают, может быть, Ленина, Гегеля, ну, в общем, никто и не заставляет, да? Но когда не очень хорошо знают историю последних даже 70-ти, стали, там, войну Великую Отечественную, что происходит? Или это нам кажется, нам просто мы слишком много знаем? Это информационный взрыв, это клиповое мышление современных детей, это не системность этого образования, и гуманитарного, исторического, потому что если раньше мы могли в учебных программах сосредоточиться и достаточно уверенно пройти большой этап, то сейчас объем предметов, дисциплин, он, к большому сожалению, сужает поле действительно исторического понимания, но я сразу скажу, что мы озабочены этой проблемой. Для меня лично, как отца, тестовые системы, ЕГЭ, это не самый лучший вариант, я также отношусь с ностальгией к тем временам, когда был учитель истории, гуру, и были его ученики, когда было живое общение, и мы действительно оценивали и интеллект ученика, и его возможности, способности, путем дополнительных вопросов, прямого общения, и, как нам тогда казалось, уровень знаний у школьников был выше. Но я вам сразу скажу, все это излечимо. Для этого и существуют университеты, для этого и существуют специализированные кафедры педагогические. Здесь мы готовим учителей-предметников уже действительно из того сырца, который к нам приходит. Они разные, причем есть серьезный уровень подготовки, есть и элитарные школы. Дело в том, что, например, даже у нашего института есть свои базовые классы в нашей школе, с которой мы тесно сотрудничаем. Это Морозовская третья школа города Казани, где... Наши преподаватели, преподаватели Казанского университета. Естественно, они приходят совершенно другим багажом. Но для этого и существует студенческая пора, вот эти четыре года бакалавриата и два года магистратуры, когда не просто выравнивается общая подготовка, а даются серьезные глубокие знания. И на выходе наши студенты, они желанные гости для казанских и республиканских и иных школ. А вот они-то гости, а они желанные, а они сами-то желают? Да, вы знаете, и на педобразование, причем у нас педагогическое образование с двумя направлениями подготовки, это обязательно история, или общество знания, или история, или один из иностранных языков. То есть мы даем специализацию более широкую, поэтому наши выпускники, они востребованы в любой школе и как владеющие на очень серьезном уровне иностранным языком и умеющим преподавать на иностранном языке. Ну и, собственно, это история. Ну и мы нашли ведь другой путь. Раз гора не идет Магомеду, Магомед идет горе. Поэтому мы на протяжении уже трех последних лет проводим так называемые съезды учителей истории и общества знания Республики Татарстан. Во время встреч с нашими педагогами мы обмениваемся всеми новыми подходами, методиками, технологиями, рассматриваем материалы ЕГЭ, того или иного, конкурсные задания. То есть благодаря нашим контактам с педагогическими коллективами, с историками Республики удается изменить отношения. И если в целом говорить по стране, историческое образование, тем не менее, при всех наших жалобах на современную молодежь, историю в Республике преподают неплохо. Спасибо. И к вопросам, которые поступают, про историю. На неделе была шумиха вокруг Института истории Марджани. Интересно ваше мнение по этому вопросу. Я, конечно, не знаю, там шумих-то в разные стороны было, кто-то вокруг директора дискутировал, кто-то вокруг статуса этого института, кто-то в целом вокруг того, чего этот институт делал, хорошего или, может быть, не доделал еще. Ну, видимо, какое-то такое... Насколько это корректно, ваше мнение вот в целом, о том, что развернулась такая дискуссия? Я с удовольствием отвечу. Дело в том, что Институт истории Шигабудина Марджани, для меня это моя научная родина. Дело в том, что я с отделом свода памятников перешел в Институт истории в 98-м году. И, собственно, еще относительно в юном возрасте, мне было чуть за 30, я был приглашен Рафаэль Сибачевым Хакимовым на должность заместителя директора по научной деятельности. И мы рука об руку вот на протяжении 13 лет вплоть до приглашения в Казанский федеральный университет работали сообща. Поэтому ко всем удачам и неудачам Института я отношусь с сознанием предмета и с большим уважением отношусь и к коллективу, и его специалистам, к директору, к тем моим коллегам, которые сейчас представляют руководство Института. Это мои близкие друзья, товарищи, соавторы, коллеги, которые принимают деятельное участие не только в работе каждого своего подразделения, но мы постоянно участвуем в совместных проектах. И, конечно, очень горячо обсуждаем то, что происходит. На сегодняшний день полемика ведь развернулась вокруг темы возвращения Института имени Маджани в ЛОН Академии наук. Вот вся проблема заключается... И там есть еще одна деталь. История и археология. Они все-таки должны быть где-то вместе. Или пусть археология гуляет вот как сейчас. Объясню. Дело в том, что вы знаете, Институт истории сам инициировал процесс и во главе его стоял Рафаэль Сибгадьевич Хакимов, когда он откликнулся на предложение наших археологов, Национального центра археологических исследований, которые сумели совместно и под руководством ведущих историков и Хакимова, и Меркасимова Хача-Усманова не только отработать проекты по тысячелетию Казани и тысячелетию Елабыги, но и внесли свой весомый вклад в проекты, связанные впоследствии реализуемые уже в рамках Республиканского фонда возрождения, который, вы знаете, инициировал Институт истории и археология на протяжении нескольких десятилетий была одной из самых горячо обсуждаемых и, а самое главное, активно развиваемых направлений. И на каком-то этапе Рафаэль Семенович посчитал необходимым, что должно быть разделение, как в серьезных институтах Российской Академии Наук, когда есть Институт Российской Истории и есть Институт Археологии, которые выполняют каждый свой объем задач, но в целом они представляют российскую гуманитарную науку. И этот формат был реализован. Институт Археологии не просто успешно был реализован как институт, а появились крупные проекты, программы. Они действительно, наши коллеги-археологи, смогли добиться выдающихся результатов, но на месте не стояли и историки. И вот вся полемика носит бюрократический характер. Дело в том, что в свое время при принятии нового устава Академии Наук Татарстана коллектив Института Истории не согласился с потерей юридического лица. Он проголосовал за самостоятельность. И вот парадокс. Сохранив название Института Истории Академии Наук Республики Татарстан, тем не менее он вышел из структуры Академии Наук и его учредителем является Министерство Образования и Науки Республики Татарстан. И естественно это вызывает у людей какие-то вопросы, особенно у руководства, которые не видят разницы между учредителями, считают, что учредителем является Кабинет Министров и было бы хорошо, если бы все усилия гуманитариев были сосредоточены в едином каком-то узле. И родился очевидно этот проект, но я например считаю, что институт истории он не просто самодостаточен, у него очень хороший потенциал, и я думаю те временные трудности связанные с потерей аспирантуры, с потерей диссерционного совета, это все преодолимо. По каждому из них есть объективные причины, которые препятствуют или получению лицензии в образовательной деятельности или создание диссерционного совета, все это я вас уверяю, особенно сейчас, когда директором института назначен Радик Римович Салихов, мой близкий друг, коллега, партнер, он будет определен, это уже очевидно, потому что решение было принято в пользу сохранения самостоятельности института на данном этапе, но с условием того, что Рафаэль Хакимов примет на себя обязанности научного руководителя, как это в принципе и реализуется в подавляющем большинстве академических институтов, потому что есть определенные квоты и ограничения по возрасту для действующего руководителя, и, наверное, это тоже оправдано. Человек сделал достаточно много и настолько много, что может себе позволить сосредоточиться на написании очередных интересных исторических трудов. Я вот человек совсем в этой истории, что называется, не заинтересованный и ни на каком из процессов, этапов не участвовавший не только в дискуссиях, но и не изучавший даже серьезно проблемы, которые возникают вокруг деятельности этого института археологии, но вот как-то режет ухо чисто как медийщику институт, учредителем которого является министерство. Вот мы все время так убегали от ситуации, когда государство будет управлять историей, вот, или это зряшные опасения, ничего страшного, и роль учредителя очень формальная, ничего страшного. Дело в том, что все зависит от атмосферы внутри коллектива, как выстроена внутренняя работа. Конечно, многое зависит от того, каким институтом ты являешься, потому что помимо научной составляющей или образовательной составляющей, очень важна и функция собственно ответа на те вопросы, к которым обращаются и руководство, и общественность. Потому что, если вы думаете, что академический институт занимается исключительно экспедициями или работой в архивах, это совершенно не так. Они выполняют аналитические функции, экспертные функции, готовят ответы на многочисленные обращения в органы власти и управления, которые, естественно, передаются в академические институты по гуманитарным проектам. Поэтому можно говорить вот о чем. Свободных творческих институтов на сегодняшний день не существует. Они также работают и на республику, выполняют экспертные функции. Ну и, собственно, этой участи не обделены и мы, университетские исследователи. В этой полемике, еще раз говорю, между коллегами, которые представляют университетское сообщество научное и академическое сообщество, было единство и понимание общности задач. Никакого противостояния друг с другом не было и нет. Там защиту института истории со словами поддержки обращался тот же Индуст Рязакович, Тагиров и так далее, и так далее. Поэтому на самом деле вся эта негативная оценка, она подана диванными комментаторами, кто они такие, о чем они там говорят, какие задачи. на самом деле в той жизни, в реальности, которая существует, и академические институты, и университет представляют собой единую связку. А в нынешней ситуации, я на это особо хочу обратить внимание, институт истории никак не может без обновления кадров, которые готовятся, прошу прощения, а где? Конечно, в Казанском федеральном университете, в нашей высшей школе, защищают диссертации в наших советах, и затем мы рекомендуем наиболее талантовых людей для занятия научной деятельностью. Мы тут про политику вообще отметаем разговор, пусть кому это нравится фальтизирует, мы чисто пытаемся научную значимость, прикладную значимость деятельности института обозначить, есть ощущение, что может побаивать немножко нынешнее состояние академии наук, вот тут чего-то, у гуманитариев напряг пошел в последние годы, вы как гуманитарий ощущаете вот это напряжение, или с академией надо всегда дружить, я понимаю, конечно, но... Я могу объяснить, все мечтают о сильной академии, причем не рыхлой, не аморфной, не большой, где четко понятно ее предназначение и те проекты и программы, которые она курирует. Для ученых и институтов, входящих в орбиту академии наук, очень важно не только управленческий опыт академии наук, но и вопросы, в том числе, и социальные защиты, постановки задач, отстаивание интересов научного сообщества, поиск, а самое главное, привлечение дополнительного финансирования. В этом отношении идеально, на мой взгляд, выстроено взаимоотношение управленцев и институтов в Казанском федеральном университете, когда благодаря деятельной энергетике нашего ректора и Шатравкаджа Гафура и той команды, которая присутствует, мы участвуем, я имею в виду институты участвуют, иногда даже не веря в собственные силы, а потом выясняют, что оказывается мы и это можем, во всех крупных федеральных программах и проектах, грантах, в крупнейших республиканских программах. Поэтому, конечно же, те институты, входящие в состав Академии наук Татарстана, прежде всего гуманитарные, они, конечно, видимо, хотели бы большего доверия и большей защиты собственных прав. Речь идет о чем? О том, чтобы, ну, вы знаете, гуманитарные институты считают, что Академия создавалась как гуманитарная. В первую очередь она была понятна. Им кажется, что они сейчас начали теряться. Это изучение языка, культуры, истории. И после того, как действительно она стала республиканской, уже не отраслевой, не гуманитарной, а выбрала себя и экологию, и сельское хозяйство, и медицина, и бог знает что, то, конечно, задачи, которые стоят перед гуманитарными институтами, они формируются несколько иначе. И все начинают сравнивать фамилии и эпохи, но это очень сложно. Помните, первым президентом являлся Мансур Хасанов, ну, выдающийся и ученый, и администратор, и эпоха была 90-е годы, 92-й, и далее. И это период роста национального самосознания, интереса к национальной культуре, и ученые были в тот период востребованы. Сейчас это несколько сложнее, потому что многие задачи фундаментальные были выполнены, академические исследования, например, по семитомнику продолжены, и сейчас очень важно формулировать задачи перед академической наукой. Это не может быть только прикладные проекты, это не может быть мелкие программы по изучению села, колхоза и так далее. Академическая наука, она должна заниматься фундаментальными глобальными исследованиями. Ну и, собственно, даже прикладные задачи должны иметь очень важный и значимый для республики результат. Спасибо, мы достаточно подробно. Я деликатно объяснил отношения собственные. Все-таки чувствую, что Институт международных отношений, где дипломатия одна из основных составляющих. Совершенно верно. Дипломатично все было, вот времени, к сожалению, так оно тает, время. Кому, как не историкам, знать, что время, увы, течет и изменяется. Поэтому, вот чуть короче, потому что еще есть вопросы и про историю, и не про историю, еще хочу успеть. Вначале про историю попробуем завершить на ютюбе вопрос. Мелко сейчас попробую. Добрый день, Ромен Равилович, есть ли у проекты научно-популярной направленности по историческому просвещению наподобие мероприятий про наука, КФУ или Ночь музеев? Да, конечно. И я могу с удовольствием и пригласить, участвовать в наших проектах и программах. Это целый ряд проектов, которые мы запустили по истории республики. Здесь отдельно хочу сказать и отметить команду доктора наук профессора Раиля Равильовича Фахрудинова, который реализует проекты, связанные с подготовкой учебников по истории для республиканских школ. Вот они уже собственно и десятый класс закончили, есть и ранние выпуски. Это и подготовка электронных адресов, атласов. Это собственно и популярные программы, которые регулярно сейчас проводятся и на Универтеве, и на ТНВ. И я с большим удовольствием предлагаю нашим коллегам внимательно посмотреть наш сайт. Все мероприятия очень активно освещаются на сайте Института международных отношений. Ну и кроме того, хочу сказать, что за несколько лет последние мы активно внедряемся в средства массовой информации, соцсети, телеграм-каналы. Конечно, в первую очередь это связано с проформинационной работой, мы работаем с абитуриентами не только Республики Торстан и даже субъектов Российской Федерации. Мы активно работаем в странах СНГ, в Азии. У нас зарубежных студентов много? Да. Мы достигли очень серьезного процента. Почти каждый пятый студент Института международных отношений, то есть 18% на сегодняшний день это студент иностранец. И при этом, да, у нас много студентов из Республики Торстан, казанцев, но значительно больше, как вы понимаете, из ближайшего нашего окружения. Это и Башкортостан, Кировская, Ульяновская, в целом по Волжье. Ну и, собственно, 80 субъектов Российской Федерации также являются нашими донорами. А нет опасения, что процент иностранных студентов немного упадет вот в связи с известными событиями? Ну, просто физически люди не успеют добраться в нужный момент, подать документы. Вы знаете, все эти вопросы неоднократно рассматривались, и на уровне ректората, и в нашем институте. Мы уже достаточно давно переключились, и университет, имею в виду, и институт, на онлайн-подачу документов. Это вот очень важно услышать сейчас. Наши абитуриенты имеют возможность подавать документы через электронную почту, сканы документов, передавать, они все это регистрируются. Кроме того, если раньше мы чаще выезжали за рубеж, проводили прием экзамен, то сейчас есть другие технологии, которые позволяют опять-таки дистанционно работать со студентами. я, например, считаю и настроен оптимистично. Институт международных отношений это серьезное репутационное имя, знают, и мы достаточно активно присутствуем на информационных площадках, мы активно работаем с работодателями, мы работаем со всеми представительствами Республики Татарстан за рубежом, мы работаем со всеми представительствами Россотрудничества за рубежом, мы активно участвуем в деятельности ассоциаций выпускников Казанского Федерального Университета, мы работаем с крупными рынками образовательных услуг, поэтому я считаю, что тот набор, который осуществляем мы, а он у нас один из самых крупных в университете, если не самый крупный, ну, могу сказать, что по итогам прошлого года на первый курс было зачислено почти 1900 студентов, это и бакалавры, это и магистры, и аспиранты, и можете представить, что средняя численность нашего института вот постоянно на сегодняшний день пять с половиной тысяч, мы ожидаем, конечно, интерес и к наборной, приемной кампании к набору этого года. Спасибо. Вот как я не стремлюсь историческую тему чуть-чуть приостановить, все-таки есть еще один, если можно коротко, вопрос, связанный с вашей деятельностью в этом направлении. Ваши специалисты помогали при восстановлении Севьяшской болгар, ну, вы уже об этом говорили, над какими проектами работаете сейчас? То есть, есть какой-то глобальный, большой, интересный проект или группа проектов, которые вот могут выстрелить, что называется, ничуть не меньше, чем вот как всю страну стряхнул Болгар Севьяшск. И это оправданно, дело в том, что в Казанском университете сейчас сложился коллектив исследователей, профессионалов, которые не только, на мой взгляд, но и по мнению института ЮНЕСКО в целом, я говорю об организации, являются лучшим Российской Федерации, и которые решают эти задачи, связанные с сохранением, популяризацией, продвижением объектов культурного наследия, лучше всех в России. И, естественно, заканчивать работу никто и не собирался, потому что и в нашем университете, в одном из немногих в Российской Федерации и, честно говоря, в Европе осуществляется подготовка управленцев, специалистов в области сохранения культурного наследия. Есть специализированная программа на отделение высшей школы международных отношений и востоковедения, то есть мы готовим специалистов для работы в международных организациях по сохранению культуры наследия. Что же за проекты? Вот сейчас я могу назвать, ну, давайте телеграфно только обозначу, где наши коллеги, и я в том числе, принимаем активное участие. Завершился весной этого года первый этап подготовки, разработки, номинации новой, мы очень надеемся, что она станет успешной и появится на карте России новый объект ЮНЕСКО, это астрономические обсерватории Казанского университета. Предварительная заявка от Российской Федерации уже переслана в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже, мы встречались с нашими партнерами, коллегами, сейчас наступает ответственная пора, ЮНЕСКО должно принять решение, и мы ожидаем, что в течение этого или в начало следующего года последуют технические миссии, когда приедут эксперты анализировать, изучать вместе с нами этот объект и давать свои характеристику и рекомендации по дальнейшему продвижению. Мы планируем, что в ближайшие несколько лет эта работа будет успешно завершена и очень рассчитываем на то, что этот объект войдет в список всемирных наследий ЮНЕСКО. Следующий проект, который разворачивается на наших глазах, и именно Казанский университет являлся инициатором, это глобальный проект российского исторического общества, который носит название «Засечные линии России». Это система сторожевых укреплений, знаменитые черты так называемые, которыми гордилось российское государство, постепенно расширяя свою территорию. И сейчас эти засечные линии расположены от границы с Украиной и доходят до Средней Азии и Дальнего Востока. Это все связано с историей формирования территории России, экономического и политического освоения. Это история заселения России, это формирование этнического состава целого ряда регионов. И значение этого проекта подчеркивает председателя Российского исторического общества Сергей Евгеньевич Который взял кураторство над этим проектом. И мы рассчитываем в течение нескольких лет этот проект реализовать. Внимание этого проекта привлечено и президента России Владимира Владимировича Путина, который дал соответствующее поручение и по одному из сегментов наиболее крупному белгородской черты вот уже в этом году состоятся и крупные конференции, мероприятия, строительство музейных комплексов и так далее. То есть мы Казанский федеральный университет стал инициатором федерального проекта по вот этой славной странице истории России. Спасибо. Теперь все-таки я думаю еще успеем несколько минут у нас есть хотя бы обозначить еще несколько направлений вашей большой работы, но тоже через такое если можно конечно коротко но все-таки такой ответ хотелось бы вас услышать я даже трудно сказать какой да вот смотрите последнее время в связи с цифровизацией в связи с активным развитием того что мы называем искусственный интеллект нейросети которые активно обучаются все больше стали говорить что вот лак времени 20-30 лет вообще вот выназвали несколько десятков языков которые преподаются вообще не надо будет забивать свое время жизненное пространство изучением языков все это всему этому обучиться нейросети искусственный интеллект будет нам помогать все в режиме онлайн на любом языке быстро воспринимать соответственно отвечать как вы увидите перспективу этой идеи не столь же фантастической вообще-то и тогда у людей которые языки профессионально сейчас изучают вы знаете одно другому никак не мешает и я действительно согласен с мнениями коллег это уже историки пишут которые действительно предвидят предсказывают появление универсальных переводчиков и появление так называемого универсального языка хотя это сомнительно это будет в любом случае или английский или китайский один из крупных языков и технически это возможно дело в том что интеллектуальные системы они позволяют уже анализировать модулировать и выдавать не просто логичный набор слов но и собственно подкрепленных уже серьезной интеллектуальной основой то есть эта речь уже будет максимально приближена к уровню мышления и с точки зрения технологий да это возможно есть целый ряд отраслей где все это применимо в том числе и в жизни современного общества но есть понимание того что интеллектуальная составляющая понятие культуры самосознания они не уходят несмотря ни на какие там пожелания укрупнить растворить ассимилировать и язык это тоже элемент значимой культуры как и история как и там душа как и верование поэтому изучение языков не просто сохраняться они приобретут благодаря новым технологиям новые возможности например по сравнительному сопоставительному там выяснению этногенеза языков поэтому я считаю что не только современные языки русские татарские марийские останутся востребованы но и даже древнегреческий и латинский по-прежнему будут предметами изучения исследований пока есть источники на которых написаны те или иные исторические события зафиксированы они будут предметом изучения элиты спасибо вопрос такой очень интересный я думаю еще интереснее будет к ответу на этот вопрос вернуться через какое-то время я вас уверяю уже через три года у нас будут первые образцы это очень интересная тема но вот есть провокационный вообще вопрос вконтакте вы продолжаете готовить дипломатов это штучный товар где они видимо могут работать это же поляна мгимо давайте так откровенно положа руку на сердце на самом деле на карте россии существует целый ряд центров где готовят специалистов в самых различных областях и это не обязательно мгимо если дипломатическая академия если вышка если московский государственный университет сам петербургский университет так вот прошу прощения казанский федеральный университет с традициями уже 25 лет 25 летними традициями подготовки специалистов он не просто доказал свое место отвоевал под солнцем но и добился очень серьезных результатов и мы буквально недавно отметили наше 25-летие приглашали наших выпускников и вы знаете и география и уровень участия наших выпускников в современной дипломатической системе структуре это вызывает уважение в одном центральном аппарате министерства иностранных дел в роли ведущих экспертов исследователей и даже помощника министра иностранных дел это все выпускники казанского университета у нас есть специфика наши выпускники очень хорошо реализуют себя в целом ряде регионов это Азия это Африка это средний ближний восток это страны СНГ это тюркский мир и поэтому я вас уверяю регулярно тот же МГИМО институт приглашает наших выпускников бакалавриата в магистратуру МГИМО и это означает лишь о том что качество подготовки наших специалистов не просто соответствует уровню а является одним из лучших в стране ну то есть я говорю ведь что вопрос мне показался провокационным переводя на еще более простой русский язык журналистский язык наш дипломат он не ущербный дипломат он такой же дипломат как и те дипломаты я обращаю ваше внимание если вы приезжаете в Турцию зайдите пожалуйста в генеральное посольство вернее или наше консульство генеральное по республике на ведущих должностях наши специалисты поезжайте пожалуйста в любую азиатскую страну огромное количество а вы знаете что целый ряд выпускников на сегодняшний день являются сотрудниками аппарата нашего полномочия представителя при ООН и других международных организациях поэтому уровень необычайно высок хотя бы потому что поступают к нам талантливые ребята которые проходят горнило не только подготовки академической но и значительного количества стажировок наши ребята у нас есть они не теоретики они практики они хорошо владеют языками блестяще и благодаря своим практическим навыкам они быстро адаптируются в этой как вы правильно сказали сложной бюрократической системе министерства иностранных дел сейчас выпускник казанского университета институт международных отношений это тот специалист который желанный для всех буквально вчера я приведу один факт позвонил уважаемая коллега министр одного из нашего республиканского министерства и говорит Ромирович ну давай как обычно будь добр пожалуйста вот сейчас у нас есть такие-то такие-то вакансии не мог бы ты ко мне прислать на выбор и называть достаточно сложную комбинацию из языков возможностей и так далее естественно у нас есть поэтому мы очень рады что наши выпускники сейчас представлены во всех структурах и республики и России у нас осталось к сожалению несмотря на наличие вопросов тут там и здесь осталось к сожалению буквально уже на секунду пошел счет но не могу не спросить потому что мы этому посвящали несколько стримов подряд и с проректором значит по образованию и так далее у вас да у вас есть ведь направление подготовки по которым госэкзамент сохранился зарубежная регион регион и международные отношения очень коротко если можно в нескольких предложениях насколько качественно сегодня и высока готовность принять государственные экзамены вот в таком формате абсолютно же переживают абсолютно готовы технология позволяют присутствовать да дистанционно но тем не менее в режиме реального времени каждая дискуссия она записывается мы всегда можем вернуться и проанализировать и поэтому это полноценная защита и перед коллегами которые перед экзаменаторами поэтому мы готовы абсолютно технически мы готовили ментально и мы готовы собственно принять эти экзамены и в дальнейшем мы очень надеемся что мы это уже чувствуем качество сдачи экзаменов будет даже повыше дело в том что опыт этих месяцев показал что студенты дистанционно обучаюсь резко повысили свой интерес к изучаемому предмету и это радует то есть ваши студенты не чувствуют себя в большем испуге нежели те которые с радостью узнали о том что у них госэкзамен отменяется ну я думаю любой бы студент обрадовался если бы было речь ведь идет о том где это прописано сдача этого экзамена прописана в ГОСЕ в государственном образовательном стандарте именно тех специальностей которые мы уже с вами назвали спасибо вам большое время все-таки сделало свое дело то есть оно ушло но я надеюсь что это не наше последнее но мы с вами летописцы вы журналист я историк мы абсолютные родственники собратья я думаю у нас будет еще не один повод встретиться и продолжить этот разговор благодарю вас спасибо всем